Начинаем с послания к Титу, да? Да. Начинаем с послания к Титу. Я начну? Несколько слов, да? Несколько слов о послании к Титу. Тит был один из ближайших подвижников апостола Павла. Мы уже видим первый раз, там как раз послание к Галатам. Об этом апостол Павел упоминает. И упоминается, что Тит был с ним в Иерусалиме, когда был первое апостолское собрание в 50-м году. И, скорее всего, как раз после этого собрания Тит крестился. Он был, сам был из Крита, как раз. Был дворянского происхождения, имел определенный авторитет среди критян, то есть жителей остров Крит. Поэтому и не случайно апостол Павел его назначил как раз епископом Крита, проповедником именно острова Крита, потому что они знали его. И он знал, в принципе. Это были его соплеменники, его народ. Поэтому он там и как раз работал. Можем начинать? Начнем, да? Послание святого апостола Павла к Титу. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, поверя избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию. В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. А в свое время явил свое Слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. Титу. Истинному Сыну по общей вере. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Итак, начинается традиционно, как и в других посланиях, апостол Павел говорит, что он как апостол Иисуса Христа обращается к Титу. Скорее всего, это послание было написано между первым и вторым арестом апостола Павла. Потому что, если второе послание он написал, когда он уже был под арестом, и были его последние дни, то здесь видно, что он был на свободе. То есть, после первого ареста он вышел, и еще второй раз не был арестован. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченно и поставил по всем городам пресс-фитеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коростолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять здравому учению, и противящихся обличать. И дальше. Ну, тут он говорит, в принципе, тена вставления, дает титул, что и дает Тимофеев. То есть это, чтобы он следил за церковью, что назначил достойных людей, и говорит здесь о качествах епископа. Потому что епископ это фактически лицо церкви, и от епископа все берут пример, поэтому епископ должен быть не порочен, должен быть непорочным человеком, понятное дело. Потому что если вдруг на епископе какой из этих пороков, что он перечисляет, если бы люди видели, то все, церковь мог быть очень легко разрушена, потому что люди всегда хотят от священнослужителей видеть святость, непорочность. Они должны быть примером для всех людей. Поэтому и апостол Павел говорит, и должен вот поставить человека, обладающий вот такими, такими, такими качествами. И подчеркивает, что он не должен быть двоеженцем, например. То есть не должен несколько раз быть женатым, понятное дело. Потому что это тоже говорит о нравственных качествах человека. Многие говорят, вот видите, там епископы всегда женились, в основном, ну, сектанты или протестанты. И вот, а почему сейчас епископы не женятся и так далее, и так далее, я и говорю. Потому что люди, которые тогда пришли к вере, они уже были женатыми людьми. И нельзя было этих людей требовать, что они оставили своих жен, развелись из-за того, что они стали епископами. Понятное дело, да? Поэтому и в первые века христианства об этом и речи не шло. То есть это было нормальное явление. Потому что люди уже приходили женатыми, то есть в родственном, уже в этом состоянии, уже люди семейные, у них дети, да, у них жены. Их избирают или назначают главой церкви, да. И церковь никогда не говорила, что из-за этого человек должен оставить свою семью и свою... А епископство уже, церебали епископство, то есть неженатые епископы появились уже в VI-VII веке, когда уже настолько монашество развивалось, создавались монастыри, и тогда епископами стали те монахи, которые неженаты. Потому что невозможно было жить в монастыре и заниматься монашеской жизнью, да, или управлением монастыря, будучи женатым. Понятное дело, да? То есть были объективные причины на это. И поскольку вот эта традиция идёт до сих пор, поэтому до сих пор и епископы не женятся. Почему? Потому что человек, который управляет церковью, общиной, он не должен иметь никаких других забот, кроме вот своей церкови, своей общины, чтобы не отвлекался. Понятное дело, да? Понятно всё. Вот. Поэтому нету противоречий. В этом противоречий нету. В первом веке были вот такие ситуации, а потом уже ситуация изменилась, и в церкви возникли уже, в церкви появились уже люди, которые были неженатыми. Кстати, об этом и апостол Павел говорит, лучше всего быть таким, как я. Потому что он действительно был монашествующим апостолом. Если были проповедники тогда, которые были женатыми, вот апостол Павел и многие другие христиане были монашествующими. То есть у них не было семьи, у них не было других каких-то забот, кроме заботы о своей пастве, заботы о верующих людях. А сейчас нет женатых? Нет. То есть нет. В католической церкви даже священников нету женатых. Ну, католики тут ещё дальше пошли. Вот, например, мы не принимаем этого, что священник должен быть неженатым. Кстати, священник это другое. Священник, который входит в общество, живёт с общества и постоянно общается с обществом. Соответственно, сталкивается и очень многими соблазнами и так далее, и так далее. Поэтому лучше, чтобы священник был женат. Хотя есть неженатые священники монашествующие. Но исходя из этого, чтобы священник постоянно контактирует с людьми, лучше, чтобы он сам был семьянином. Понятное дело. А монашествующие, это другое дело. Монашествующие, это другое дело. Я говорю, у них немножко разные функции. Поэтому и женатых и епископов нету, а женатых священников полно. В Римской церкви тогда нужно было полностью священников отделить от народа, как какая-то особая каста. Понятно, да? Полностью изолировать. И поэтому они приняли такое решение. Но это не совсем правильное решение. Мы считаем, что не совсем правильное решение священников брать только тех, которые неженаты. Поэтому и так много людей все-таки подсказывают у них. Так много людей и падают. Потому что не каждый человек может это вынести. А те, которым только это дано. Как говорит сам Иисус Христос. Что Он говорит? Говорит, многие могут быть без женщины. Говорит, не все могут быть. Есть люди, которые такими родились. Есть люди, которые ради Царства Божьего так делают. Да. Но скопцы, он в неправильном смысле говорит. Говорит о том, что просто о воздержании. А есть люди, которые ради Царства Божьего это сделали. То есть не все люди к этому способны. И всех под одну гребенку тащить нельзя. Потому что это не каждый может вынести. Люди разные бывают. Люди разные бывают. Что мужчины... То есть это касается женщинам тоже. То есть кто-то может это вынести, кто-то не может вынести. Так. Если дальше... Я хотела спросить по поводу монашеской еще. Они, насколько я знаю, не исповедуют, да? Нельзя, чтобы монашеской... Что почему? Исповедуют тоже. Да? Да. Исповедуют тоже, но не все. А звук... Я по каким вопросам? Не только священники исповедуют. А кто сказал, что только священник женатый может исповедовать? Я вот так слышал, что... Нет, нет, нет. Исповедуют, конечно, не исповедуют. Конечно, исповедуют. Вопрос вместе. Просто касательно семейных вопросов. Вот я так. Да, священник лучше знает. Понятно. Ну, понятное дело, что священник, конечно, сам, будучи семейным человеком, будет больше знать о семейной жизни, чем монаха. Да? Но все-таки человек человеку рознь. Есть монахи, которые лучше знают семейную жизнь, будучи не женатыми, чем священники, которые женаты. Это от человека зависит, вообще-то. И от жизненного опыта данного человека. Все, пойдем дальше. Дальше. Он говорит, как и раньше говорил всем, что есть многие люди, которые... искажают веру, как бы внутри христианского общества, входят в христианское общество и начинают там как раз распространять раздоры. Больше всего обращают внимание к обрезанным, то есть тех, которые имеют еврейскую национальность. То есть тем иудеям, которые приняли христианство. Почему? Ну, потому что они, будучи привязанными своими обидчами, да, ветхозаветными, хотели вот это распространение язвичников. Апостолы Павел вообще христиане говорили, что да, мы все это соблюдали до прихода Христа. Но с христианством уже не обязательно все это соблюдать, потому что все-таки заключен новый завет. И мы освободились от всяких вот этих привязанностей и обрядовостей. Потому что взять, если учение фарисеев, там было больше 600 всяких разных обрядов, которые постоянно сковывали человека. То есть злость до того, что, например, как надо кушать яйцо, с какой стороны, до 5 часов вечера или после 5 вечера, там. По-разному яйцу надо было кушать. Также, когда встаешь, надо было по-разному одевать свои тапки или свои сандалии, развязывая шнурки. Обязательно надо было читать определенные молитвы. То же самое, когда руки моешь. То есть, когда моешь сначала правую руку, потом правой рукой моешь левую руку. И при этом читаешь разные молитвы и только потом начинаешь кушать. Вы понимаете, вот это все внести в христианство, то есть язычникам, которые вообще об этом ничего не знали. Тогда вот ни один язычник не стал бы христианином. Он бы сказал, ну они с ума сошли, свои сумасшествия распространены на нас. Понятное дело, да? Но вот еврество это вошло, это в ветхозаветная религия была. Потому что пока Христа нету, надо людей к вере привязывать все больше и больше, навязывая его обряды. Чтобы человек как-то стал какой-то религиозным. Вот это надо сделать, это надо сделать, это надо сделать, чтобы религию как-то реализовать. Но в христианстве это стало уже ненужной. То есть в христианстве уже были совсем другие приоритеты. И поэтому это стало ненужной вещью. Более того, это стало препятствием для распространения христианства среди язычников. Вот, например, мусульмане классическое, ветхозаветное, у них тоже специальные молитвы перед тем, как идти в туалет. Или ногти, например, стричь специально там сначала, вот, одной руки стригают, потом другой, потом одной ноги, другой ноги. Есть такое. То есть здесь, вот это говорит о ветхозаветных вещах, которые остались у ветхозаветных, так сказать, народа. В христианстве этого нет. Они хотели это все внести в языческую среду. Также не кушать определенную пищу, например. Все корентьяне, греки, они были морским народом, постоянно кушали и лангусты, и раки ели, и кальмари ели. А по ветхому завету это все было запрещено. Фактически, кроме баранины и этого, этим морским людям, которые жили за счет морепродуктов, было запрещено, то есть принятие христианства, кушать. Поэтому апостол Павел говорит, что нельзя их слушать. Они ничего не понимают. И их научение разрушает христианство. Потому что в ветхом завете надо было есть только чешуйчистых рыб. Другие рыбы считались нечистыми. А в Средиземном море половина рыб были не весь чешуек. То есть ты ловил там 10 килограммов рыбы, остаешь две рыбешки, а все остальное выбрасываешь обратно в море, потому что вот такого требует твоя религия. Соответственно, и апостол Павел говорит, что надо прежде всего обрезанным уста закрывать, чтобы они свои заблуждения среди других не распространили. Потом даже он уже переходит к язычникам и говорит уже о языческих заблуждениях. Конкретно о заблуждениях кретян и даже приводит пример от ихних, от какого-то философа. Это философ Эпиментес, который жил в VI веке до Рождества Христова и осуждал кретян. Потому что жители Крита, они были особыми людьми, они даже греки от них как-то насторожились с ними общаться. Был этот народ действительно порочный. И даже языческой религии они не могли оставаться до конца язычниками. Потому что сами придумали, что у них находится гробница Зевса. Начали поклоняться этой гробнице, еще и среди других распространять это заблуждение. Да, греки сами язычниками, будущие язычниками считали, что Зевс это Бог, Боги бессмертны. А они даже для того, чтобы сказали, что у нас находится могила Зевса. Поэтому и апостол Павел говорит, что вот они вот такие чудаки, поэтому с ними тоже надо быть особо осторожными, потому что они такие люди. То есть есть иудейские басни, есть еще и языческие басни. Поэтому надо быть все-таки остороженным, чтобы не привлекаться никуда, ни сюда. С одной крайности не пасть в другую крайность. Ну, в принципе, Тит об этом, наверное, очень хорошо знал, потому что сам был жителем Крита. Я думаю, он нашел бы способы управлять своей церковью. Свидетельство это справедливо. По сей причине обречай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Вот, как раз он говорит, что не слышали ни иудейские басни, ни другие там человеческие какие-то учения и басни, потому что они людей отводят от настоящего, то есть настоящего учения, настоящего христианства. Понятно, да? Вот. Они думают, что знают Бога, но своими делами отрекаются от Бога, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Да, действительно, эти люди только говорить сумели, о своей личной жизни ничего христианского и вообще ничего хорошего не показывали, между прочим. Потому что иудеи тогда тоже были очень испорченными. Они говорили, мы, 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 мы вот такие, как альмяне говорят, мы первые принимали христианство, да? Сидят в кафе там, сидят с всякими непонятными людьми, вот. Изначально, думая, как его обманывать, говорят, что они первые приняли христианство, да? И какого толка, если ты принял христианство первыми? И как это на тебе проявляется? Ты же никак себя не ведешь, чтобы оправдать то, чтобы показать, что вот, действительно, твои предки первыми приняли христианство. Ну, то же самое и иудеи. Среди греков хвалились, что они первые эти набожники, а своими делами никак этого не показывали. То же самое ходили, то же самое в публичные дома, так же воровали еще хуже, так же обманывали, так же развратничали, и так же, так что язычники их не любили, между прочим, вот. Потому что все это было на словах. Ну, а язычникам вообще нечего было брать, потому что они и так были на самом дне, понятное дело. Да, тем более крестьяне в Крите вообще стареют там. Ой-ой-ой. Вот, поэтому и апостол Павел говорит, что и от тех, и от других надо серегаться, и надо людей воспитывать именно в христианском духе. Глава вторая. Глава вторая. Все же советы, и что и дает он Тимофею. То есть к разным людям должен разный подход, от разных людей требуется разное, но как бы наственные все законы, они общие для общества. То есть все люди должны быть целомудренны, здравы в вере, здравом уме, не предаваться пьянству, да, к ссорам каким-то. Женщины должны быть скромные, больше должны быть в сторону своей семьи, в сторону своих детей, чтобы они могли воспитывать хороших детей, быть хорошими женами, что любили своих мужей, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, нет ничего такого, что вы не знали. Он ничего такого светоестественного не говорит. Он говорит простые вещи для нравственной жизни, которые, к сожалению, очень мало людей до сих пор полностью все это выполняют. Во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим Господом, угождать им во всем не прикословить. Не красть, но оказывай всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учения у Спасителя нашего Бога. Вот он говорит, не имея ничего сказать о нас худого. То есть, вы не должны дать повод никому, чтобы они злословили христиан. И как раз христиане прежде всего так и завоевали мир. Ни оружием, ни каким-то учением, ничем, а именно прежде всего своей личной жизнью. Потому что как христианство возникло, если читать с древних, например, языческих авторов, распространились всякие лжесвидетельства, всякие неправильные какие-то слухи, которыми искажалось христианское учение. Сказали, что христиане детей приносят, жертву пьют их кровь и так далее, крадут детей. Сказали, что это религия ворванцев, бомжей, преступников, воров и так далее, и так далее, что они проповедуют разврат и так далее. Хотя христиане совсем другого, приверились к другим принципам, нравственным. Но потом, общаясь с христианами, видели, что нет, эти люди совсем другие. Эти люди на более высоком нравственном уровне, чем они язычники. И все нормальные люди, будучи язычниками, увидев образ жизни их, они начали принимать христианство. То есть вот этим христиане завоевали весь мир, прежде всего своей личной жизнью. Не учением, не проповеднической деятельностью и так далее, а личной жизнью. Потому что если за словами не следуют дела, тогда твое дело никогда распространяется не будет. Какого толка, если я сейчас буду говорить тут высокие слова, а в своей личной жизни буду совсем другим человеком? Ну, вы меня слушать не будете, в принципе, верно. И никакого уважения я иметь не буду в обществе. Почему? Ну, потому что мои дела и слова разнятся. А у христиан было совсем другое. Они видели, что эти люди действительно живут непорочной жизнью, абсолютно непорочной жизнью. И любой нормальный человек, у кого нормальное воспитание, независимо от религиозной принадлежности, если он видит действительно высокое нравственное, например, какой-то жизни, он хочет подражать, он хочет побольше с этим человеком общаться, побольше быть ближе. чем с теми своими собратьями, которые, например, не такие, как он сам. Подобный всегда втягивает подобного. И вот эти люди, будущие отристики, мы принимали потихоньку христианство, и все стали христианами. Понятно. Да вот это было как раз главным козырем для христиан. Поэтому апостол Павер такое обращает внимание к нравственным вопросам. Требуя от христиан прежде всего нравственной жизни, непорочной жизни, не просто нравственной жизни. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличайся всякую властью, чтобы никто не пребрегал тебя. Говорит, продолжает развивать свои мысли и говорит, что для чего нужно было. Почему? Потому что уже явился тот, которого ждало все человечество. То есть явилась благодать Божия, спасительная для всех людей. То есть не только для одного народа или для какой-то группы, а для всех. Вот эта благодать уже явилась, и нам через вот эту жизнь как раз надо держаться крепче от этой благодати. И здесь один из важных как раз выражений апостола Павла, где он Христа называет прямиком Богом. То есть великого Бога и спасителя, это все относится к Христу. Великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. В некоторых местах, в некоторых посланиях только он это говорит. И вот это один из тех частей, где Христос называется не просто Мессией, или не просто там великим Учителем, а именно Богом. Понятное дело, да? Волк, который дал себя за нас. И еще раз подчеркивает миссию Христа. То есть он не просто там сам по себе Бог, а что он делает для нас. То есть через чего мы понимаем Его Божество, и как мы Его признаем вообще, как мы Его понимаем. Избавить нас от всякого беззакония, и очистив себе народ особенный, ревностный добрым делам. То есть этот народ, он должен быть ревностным прежде всего добрым делам. То есть он должен подражать Христу. То есть не просто Христос взял нас, освободил, и все. И оставил нас на производстве судьбы. Нет, Христос с нами, и мы должны быть с Христом, прежде всего подражая Его в этой жизни. То есть эталон для нашей личной жизни, это прежде всего Христос. Кроме Христа, никто не может быть идеалом нашей жизни. Прежде всего это сам Христос. Он и говорит в конце, что вот тебе говори, увещавай, обречай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. То есть ты должен иметь власть все это научить, и не делай так, чтобы кто-нибудь не пренебрегал твоими словами. То есть имеется в виду, несмотря на то, что ты там, может быть, возрастом чуть поменьше, но если власть есть, то это очень многое значит. Да, вот это имеется в виду? Да, ну даже дело не в возрасте, он подчеркивает Тимофею, тоже говорит, что надо все-таки показать, что он имеет власть, чтобы люди слушали, чтобы люди подчинялись. То есть всегда этот момент должен иметь епископ на то и епископ, что люди должны ему подчиняться и слушаться. Поэтому он должен быть непорожним и так далее, и так далее, и так далее, но он, если надо, должен свою власть употреблять. То есть должен не только проповедовать, но если надо, это и должен наказать, понятно, да, должен показать свою силу. Без этого не бывает, не формируется общество, не формируется церковь. Ясно дело. Дальше. Глава третья. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать человека-любия Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Он говорит еще, чтобы покорялись еще и начальству и властям. Потому что многие думали, что христиане не должны подчиняться языческим властям, и что они выше от языческих властей, что они должны подчиняться только Богу и так далее. Он сказал, что нет, это заблуждение вообще. Почему? Потому что христиане не пришли сделать какие-то политические перевороты или захватить какую-то политическую власть. У них совсем другая была цель. Поэтому, когда Пилат спрашивал, ты царь Христу? Христос сказал, что сейчас не от мира всего, если я был царем. От этого мира, то мои слуги уже, говорит, меня защищали бы оружием в руках, как бы, и за меня боролись бы. Но я пришел с совсем другими идеями, и приношу в мир совсем другую власть. Понятно, да? То есть, я не пришел за политической властью. И действительно, многие думали, что христиане пришли чисто для политической борьбы. Вот там была секта зелотов, например, в Палестине. То есть, это те иудеи, которые хотели путем вооруженной борьбы свергнуть власть римлян, да, захватить власть и освободить Израиль от римлян. И когда Христос пришел, они думали, что вот он и есть, этот царь. Он сейчас их поддержит, и с помощью Христа, или вместе с Христом, они захватят власть в Иерусалиме, в Палестине, и освободят Палестину от римлян. Но потом видели, что Христос совсем другие цели преследует. И отошли от Христа. Потому что понял, что Христос проповедует совсем другие вещи. Он не помешан в политике, он не проповедует какие-то политические идеи, и не призывает людям делать какие-то политические шаги. Понятно, да? То есть, христиане, соответственно, и христиане, которые жили в пределах Римской империи, или вообще в других государствах, они никогда, никогда не пошли против политических властей того или иного государства. Но при этом, при этом, больше всего государства боролись именно против христиан. Почему-то. Хотя они, занимая высокие должности, всегда были сторонниками укрепления власти. Если христиане подняли восстание, например, а у них были все ресурсы для этого, да, и хотели захватить политическую власть, то на этом же месте христианство прекратило избыток. Это стало как какое-то движение, как, например, Спартака или какого-то другого там предводителя восстания. Но там не было ничего религиозного уже. Сразу быстро заразилось бы все политикой, все религиозные, все духовные осталось, стало вторичным. Потому что людей всегда больше всего привлекает политика, чем религия. Поэтому везде, в каждом углу сейчас, особенно сейчас говорят только о политике, о религии мало кто вообще говорит. И даже если не говорят, опять все равно разговоры заканчиваются политикой. Ну, понятное дело. В этом наша сущность. Христианство это сразу поняло. Но поэтому людей осерегало от этого. То есть христианин, прежде всего, должен был показывать своей жизнью, что он никогда не борется против властей. Потому что христианин, я говорю, это не бунтарь, это не заговорчик, это не мятежник. Понятно, да? И, кстати, этим, опять же, он завоевал, в конце концов, все власти. Потому что видели, что если рабы-христиане, они инструменты не ломают, не убегают, не вредят, не крадут и не занимаются какими-то мятежами. Соответственно, любой рабовладелец больше доверял своим рабам-христианам. И очень часто их освободил от рабства. И в итоге сами принимали христианство рабовладельцы. Потому что, принимая христианство, они еще больше доверия внушили всем тем своим рабам, которые христиане. И они жили вместе как друзья, или как братья и сестры, фактически. И уже он не стал каким-то капиталистом, который эксплуатирует своих рабов. А это было как общество, где все вместе работают и вместе живут. Понятно, да? Рабовладельческий строй, благодаря христианству, начал рушиться. Просто. А если была бы борьба, была бы борьба, друг друга поубивали бы. Может, все победили, и те победили. Но уже от христианства ничего не осталось бы. А была бы просто какая-то политическая сила. Понятно? В чем мудрость христианства, что, несмотря на то, что он осуждал язычников, языческие стройки, вообще их не образ жизни, он никогда не призывал к какой-то борьбе против каких-то властей. Какими эти власти не были. Понятно, да? Вот такой вопрос сразу приходит. То есть, получается, если христианин живет в каком-то государстве, если в этом государстве все равно нарушаются его права, он все равно ни в коем случае не должен как бы вставать там на митинги, там на публичной демонстрации. Это другое дело. Это другое, да? Это другое дело. Когда ты защищаешь свои права, это одно, а когда ты хочешь свергнуть эту власть, другое. Вот почему христиан преследовали, несмотря на вот это. Потому что у них еще и было то, что любой император, он должен быть Богом. И христиане должны были принести жертву этим императорам как Бога. Вот христиане только в этом не подчинялись. Сказали, знаете что? Мы все налоги платим, всем законам подчиняемся. Но то, что мы нашего Бога поменяли на каком-то человеке, который себе провозгласил Богом, мы этого делать не будем. У нас есть своя религия, свой Бог. А каким-то лжебогам жертвы приносили, поклоняться мы не будем. И из-за этого их начали убивать. То есть вопрос был чисто религиозный. Не было такого, чтобы христиане какие-то законы не выполняли. Те, которые, гражданские законы, которые, в принципе, особо и не менялись в течение двух тысяч лет, христиане это все выполняли. Налоги не скрывали, не воровали, не убивали, не крали. Ничем не дали повод, чтобы их злословили. Единственное, не приносили жертву императора. Не приносили жертву Бога. Вот за это они начали убивать. Да, а вот такой момент, без создающей части Библии. Очень часто те пророки, они выступали в фантазе-бунтарях, против системы, против власти и так далее. Это было очень часто, и Господь поддерживал их в этой борьбе. Если мы сейчас посмотрим на нынешнюю ситуацию и ту ситуацию в раннем христианстве, то та же Римская империя, она даже в законных своих основаниях делала очень много чего аморального, что нормальных христианин, в принципе, принять не могут. И вот просто для меня всегда это было странно, да, вот признавая властью, подчиняясь власти. А если, допустим, вот мы сейчас правильно это понимаем, с одной стороны, да, что просто христианин должен быть законопослушным, не должен быть там, допустим, преступником и так далее, и так далее, а не ведет ли это к спиртовому усмирению к тому, что происходит? Нет, как раз. Я и говорю, христианин подчинен закону до тех пор, пока этот закон соответствует его моральным принципам. То есть, если этот закон сам по себе становится аморальным, да, и требует от христианина, чтобы он пошел против своих принципов и своих религиозных пониманий, тогда ты этот закон не обязан выполнить. То есть, если вот твоему ребенку в школе учат, как в Германии, например, или в Европе, там всякой безнравственности, ты можешь не давать, не подчиняешься этой школе. Поэтому там многие так делали, их судили, их посадили в тюрьму. То есть, родители посадили в тюрьму за то, что они стали против такой системы образования. Да? И это я прекрасно понимаю, и я за них. Вот это. То есть, есть определенные границы. Вот. То же самое и христиане. Вот они были законопослушными до тех пор, пока римляне их заставили, то есть, подчинять и не делать их не вот эти аморальные вещи. Тогда они стали против уже римской власти. Вот. И за это были гонимы. То есть, мы должны всегда понимать, что выше всего это Бог все-таки и божественные законы. А гражданские законы до тех пор для нас премьерами, пока они не противоречат законам Божьим. А пророки говорили против царей, выступали. Почему? Потому что эти цари иудейские, они были поставлены самим Богом, самими пророками. Они их же помазали царями. Для чего? Чтобы они были верны тем же самым заповедям Бога. Но они стали язычниками, поэтому те же сами пророки их обречали. Понятное дело, да? И то же самое было в Армении. Вот как раз вчера был праздник сыновей и внуков Григория Просветителя. Почему их убивали, армянские цари? Вот Тиран почему убил Данила, например? Ну, потому что они пустили его в храм. Сказал, ты язычник, ты блудник, ты не имеешь права войти в храм. Он приказал его побили до смерти. И у него, кстати, пророчество есть об армянском народе Данила Ассу. И пророчество он делал по армянскому народу, что, ну вот. Что вы все рассеетесь по всей земле за все ваши грехи. Да, что из-за своей жизни, из-за своей жизни будете рассеять по всей земле. Он это сказал еще в четвертом веке. Понимаете? То есть христиане никогда не призывали тупо подчиняться каким-то властям. Да, мы законопослушные. Но до тех пор, пока этот закон, пока этот закон не идет против нашего Бога. Поэтому и апостол Петр сказал первосвященникам в храме. Говорит, больше надо слушать Богу, чем люди. Прежде всего. Когда им сказали, ладно, мы поняли, что да, Христос воскрес, что ваше учение правильное. Но чтобы тебе не было раздора в народе, об этом не проповедуйте. Он сказал, мы прежде всего должны слушать Бога потом люди. Сколько бы не были вы первосвященниками, сколько бы вас не уважали, мы больше всего уважаем все-таки, мы больше всего подчиняемся Богу. Понятно, да? Вот. Что? Не-не-не, я не ласовер такой святой армянский. Хорошо. Да. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал осем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и расприя о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда пришлю к тебе Артему, Артему, или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплотны. Приветствую тебя, все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Мы один момент упустили, где он говорит о спасении через Иисуса Христа, где он говорит, что он нас спас, и он пришел не в ответ наших добрых дел, а наоборот. Он пришел, когда мы все были в грехах, и мы все грешили, и он из-за любви своей пришел и спас нас, невзирая ни на что. Как родитель, который всегда защищает своего сына и хочет его спасить, независимо от того, он отличник или двоечник, послушный или непослушный. Почему? Потому что это его дети, и он их любит. И не может не любить их. Иначе, если он перестает любить, то он перестает быть родителем просто-напросто. Так же Бог. То есть, Бог пришел, нас возлюбил, и с помощью крещения не то, что нас усовершенствовал, а мы заново родились. То есть, человечество настолько погрязло в грехах и настолько испортилось, что для этого нужно было за второе рождение, обновление полностью. Как если дом настолько уже стал разрушенным и настолько стал ветхим, чтобы его восстановить невозможно, надо рушить и заново построить на этом месте. Да, вот то же самое случилось с человеческой душой. Потому что Бог, когда подошел к человеку, видел, что, как говорится, к восстановлению не подлежит. Надо заново все сделать. И поэтому через крещение человеческая душа заново рождается. Но уже не для грехов, не для греховной жизни, не для похоти, как он говорит, да, а для святой жизни, для Бога, для Иисуса Христа. То есть, человек, вот такой же там был, да, к восстановлению не подлежит. Ну, фактически, было так, да. То есть, мы не какие-то неполноценные были, Христос нас делал полноценными, мы полностью погрязли, мы полностью отдалились от Христа, от Бога. Поэтому мы не могли своими силами приближаться, попытки были тщетными, и человек все больше и больше заблуждался в своих религиозных поисках. Человек-то хотел, человек осознавал, что что-то не то, что нету счастья на этой земле, что он страдает, страдает и страдает, и никакой надежды нету, видите, из этого порочного круга. И хотел своими усилиями как-то усовершенствоваться, как-то приближаться к Богу, от Которого он был отдален. Он же это тоже знал, что когда-то они были вместе, а потом разобщились. Поэтому слове «религия» так и называется, «религия», то есть «воссоединение». Вот. И тогда, поскольку человек не способен был сам исправить ситуацию, Бог сам пришел и исправил вместо человека. Для этого он сам стал человеком. Надо было самому стать человеком, чтобы исправить ситуацию. Понятно, да? Это очень интересный момент, и только в христианстве такое. Бог мог же не во человечице просто сделать это. Верно, у него были эти возможности, сделать не во человечище все будущее. Но надо было во человечице, чтобы показать свою любовь все-таки. Показать надо было свою любовь к человеку. Показать, что Бог действительно сострадает и любит человека. Иначе это похоже было на какой-то подарок, который Бог кинул людям сверху. Верно, не почувствуя все боли и страдания человека на своей шкуре. А если так, тогда Бог просто не любил человека, а может быть где-то стало жалко человеку. И он вот так сделал такую милость. Взял, спасал человека и все сказал. Ну, я вас спас, хотя вы этого не заслуживаете, идите, живите дальше. Но нет, Бог показал, что не только он милостив, или сострадание есть, или жалко человеку, а он сам стал человеком. Вот это самый главный момент, которым отличается христианство. Не переставая быть Богом. Он сам стал человеком и все-все-все боли человеческие взял на себя и все почувствовал, кроме греха. То есть он прошел через все наши тяжести. И этим породнился с нами. Понятно, да? И Бог, и человек уже стали по-прежнему близкими через это. Потому что какой человек становится к тебе близким, который начинает сострадать тебе. Начинает чувствовать ту боль, которую ты чувствуешь. Поэтому армяне что говорят больше всего? Что говорят? Говорят саваттаны. То есть я хочу почувствовать твою боль на себя. Вынесу твою боль. И это самое большое, чего человек может делать для другого человека. То есть сам по себе это выражение уже глубоко христианское. Понятно, да? Ну, заканчивается уже послание уже лишними наставлениями. Он говорит уже, называет те имена, о которых мы еще слышали, о Тихика, о Тима и о других. Говорит, как он должен встречаться, что и как передать и так далее, и так далее. Да? Вот. Зина, там Аполлоса, Прополоса тоже не слышали в послании к Олимпианам. Да. Все это были их друзьями, вместе работали на распространение Евангелия. Вот. Если взять другое послание, последнее, которыми уже будем проходить послание к Филимону. Вот это как раз яркий пример отношений между рабами, рабовладельцами и рабами. Тут апостол Павел уже четко об этом пишет. В принципе, можем быстро читать. Филимону, да, прочитать? Да. Вот он говорит о рабе, который, будучи язычником и рабом одного христианина.